Всем привет, меня зовут Илья, и вновь я перед камерой, а это значит, дорогие друзья, что пора время стряхнуть пыль своих бас-гитар и начать качать скилл. Мы здесь ради бабла, контрактов и славы. Сегодня у нас тема нашего видео, нашей встречи, это блюзовая гамма. Я на своем канале, по-моему, не говорил о ней еще ни разу, и сегодня настало то самое время. В общем, сегодня мы поговорим про блюзовую гамму, посмотрим ее особенности, как ее использовать, поиграем рифы, которые я сам сочинил специально для этого видео. Все с использованием блюзовой гаммы. Думал о ней, когда сочинял эти рифы. Мы посмотрим, в чем особенность ее, чем она отличается от всех остальных, в чем ее характерное звучание, почему музыканты очень любят эту гамму, почему она используется не только в блюзовой музыке, но и в любой другой. В общем, посмотрим, как ее можно обыграть, посмотрим, как можно стать мелодией. В общем, разберемся с блюзовой гаммой, присаживайтесь поудобнее, начнем. В этом видео мы сегодня с вами рассмотрим два типа блюзовой гаммы, условно можно разделить на минорную и мажорную. Начнем мы с минорной, самой распространенной. Будем работать сегодня в тональности соль. Вот у нас нота соль. Значит, минорная блюзовая гамма. Чтобы понять, как она строится, нужно вспомнить минорную пентатонику, которая состоит из пяти нот. Давайте же вспомним ее. Значит, соль. Вот такая вот минорная бентатоника соль. И если мы добавим еще одну проходящую ступень, это пониженную пятую, то мы получим блюзовую гамму. Давайте же поскорее послушаем, как она звучит. Послушали, сосредоточились, глубоко подышали и запомнили, как она звучит. В чем же весь смысл? В чем же вся красота вот этого прекраснейшего лада, который вдохновляет миллионов музыкантов по всему миру создавать мелодии, импровизации? Давайте же заберемся. Здесь у нас используется пониженная пятая ступень. Если мы смотрим соль, то это будет ре бемоль. И здесь у нас появляется то самое сердце этой гаммы. Это такой интервал, называется тритон. Это один из самых диссонирующих, один из самых напряженных интервалов вообще в музыке. И он добавляет такой вот мрачность, атмосфера вашим рифам, вашей импровизации. Вот этот тритон. Тритон его называют, потому что расстояние между звуками у нас в тритона. Классный интервал, его часто используют джазмены, блюзмены и не только. И в рок-музыке он бывает так же встречается. В общем, именно вот этот интервал придает блюзовой гамме такое вот мрачное и характерное звучание. Я в свое время, когда был молодой студент, мне очень нравилась блюзовая гамма. Я постоянно гонял вверх и вниз. В общем, мне нравился звучание, но я не понял, почему уж что-то в ней притягательное есть, что-то меня притягивает к ней. Я тогда не понимал, что, я не вдавался, мне просто нравилось играть, вот это слушать. Но сейчас я проанализировал и вам рассказываю. В общем, вот этот тритон в этой гамме придает ей характерную атмосферу, характерное звучание. Опять же, если вы хотите сделать ваши мелодии более напряженными, более мрачными, такими вот диссонирующими, то можно этот интервал использовать почаще и на нем акцентировать свое внимание, использовать в своих мелодиях и риффах. Далее же мы с вами сыграем эту замечательную гамму в две октавы. Это очень важно, потому что при игре в две октавы мы тут, так сказать, тренируем еще много всяких технических навыков. Например, смена позиций, синхронизация левой-правой руки. И важно играть и вверх, и вниз. Это тоже приветствуюсь. Давайте же поскорее сыграем. В две октавы, соль, блюзовая гамма. Вот так. Я здесь, опять же, люблю до конца доиграть. Мы здесь опять поднялись до ноты соль. Вот так вот она звучит две октавы. Давайте попробуем сыграть так же, только вверх и вниз. Вот таким вот образом, конечно же, желательно это играть под метроном и добиться такого, чтобы смены позиции были максимально незаметны. Чем незаметнее и чем глаже звучит ваш пассаж, тем лучше его слушать для ушей. Понимаете, о чем я надеюсь? В общем, так же здесь можно поварировать. Например, вот я сыграю. Я могу сделать такой круг. Опять же, послушайте, как она звучит. Давайте же поскорее попробуем сравнить звучание обычной минорной пентатоники с блюзовой гаммой. И послушаем, обратим внимание на тритон, который здесь есть. Вот смотрите, например, хочу какое-то заполнение сыграть. Вот играю в соль миноре. Вот я сыграл обычную пентатонику по минору. Но это звучит как-то немножко сахарно, немножко сладковатко. Давайте попробуем с блюзовой гаммой это сделать и посмотрим, в чем разница. Вот этот вот интервал, опять же, наш тритон используется здесь, в этом тонику. Сразу понятно, слышно вот этот тритон, и он делает свое характерное звучание. Если вы хотите сделать какие-то, придать какой-то, как это сказать, напряженности вашим мелодиям, то стоит чаще делать акцент на этом интервале. А дальше мы с вами, дорогие друзья, рассмотрим второй тип блюзовой гаммы. Это так называемая мажорная блюзовая гамма. Она также состоит из шести нот, как и минорная. И здесь, опять же, мы вспоминаем мажорную пентатонику. Давайте же ее вспомним. Для того, чтобы получить мажорную блюзовую гамму, нам достаточно добавить пониженную третью ступень, то есть малую терцию, как в миноре. И она также используется одновременно и с большой терцией. Но мы с вами будем это делать на октаву выше. Смотрите, как звучит блюзовая гамма мажорная. Вот таким вот образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Вот так вот она звучит прекрасно. Более такая радостная, более жизнерадостная, более такой светлый вариант той же минорной блюзовой гаммы. Можно использовать для обыгрывания мажорных аккордов спокойно мэйдж 7, например, и других типов мажорных аккордов. Но использование блюзовой мажорной гаммы придаст такой вот мажорности. Если вы хотите более светлый вариант вот этих блюза, более мажорный вариант, то можно использовать, подтачивать, потренировать именно мажорную блюзовую гамму. Если вы же хотите добавить какой-то напряженности, какой-то мрачности, атмосферности, минорности, какой-то вот этой вот диссонансности какой-то вот этой джазовой блюзовой, То можно использовать минорную Там пониженная пятая делает вот этот тритон Здесь он тоже есть, опять же, тритон у нас возникает Вот здесь он у нас возникает И в мажоре, кстати, тритоны между четвертой и седьмой могут возникать Например, если я сыграю натуральный мажор Вот здесь между четвертой и седьмой также этот тритон присутствует ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вникли в суть проблемы, рассмотрели под микроскопом Почему она звучит так, почему она создает такую напряженность, диссонантность За счет вот этой пониженной пятой ступени И либо повышенной четвертой, вот этот тритон интервал Соответственно, если хотите сделать напряженную, какую-то такую прям мрачную атмосферу Можно использовать для создания своих мелодий В общем, блюзовая гамма Замечательный инструмент для создания музыки Можете экспериментировать, слушать, играть для создания рифов Мы сегодня послушали и поиграли рифы, которые на основе блюзовой гаммы я сочинил Вот И вы также можете использовать этот материал для создания своей уникальной музыки Для своих уникальных партий Спасибо, что посмотрели На Boosty будет традиционно нотное полное приложение к этому видео Где больше упражнений как раз на блюзовую гамму Проходите, как обычно И вообще там сейчас больше выходит контента, более такого продвинутого уровня Для тех, кто, соответственно, хочет более высокий уровень достигать Там сейчас выходит больше контента, но он более такого уровня Более профессионального Там джазовые пьесы, стандарты, импровизация Какие-то рифы еще и так далее Но, в общем, к этому видео будет приложение Обязательно заходите, подписывайтесь В общем, ВК тоже не забывайте есть И на основной в Ютубе канал также подписывайтесь Все, дорогие друзья, на этом сегодня все Всем любовь, доброта, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok